Привет, мои дорогие! Я Алиса Дмитриева, и сегодня я вам расскажу шокирующую новость. Девушка упала в оборок после танца с шаманом. Но изначально всё по порядку. 9 сентября в северной столице нашей Родины, в Санкт-Петербурге, прошёл грандиозный концерт на Газпром-арене, вмещающий в себя 60 тысяч зрителей. Шаман сделал невероятное шоу, просто грандиозное. Приехал на байке, было всё. И дуэт с папой. Искупайте в овации моего отца. И под песню встанем Сергей Полунин танцует. Мировая звезда балета. Были невероятные песни, яркое шоу, огонь, конфетти, хор из огромного количества тысяч зрителей, который подпевал все песни нашего любимого артиста. И когда я пришла, я послушала это сообщение. Привет, родные. Как вы себя чувствуете? Хочу вам сказать большое спасибо за вчерашний концерт. Это наше общее событие. Мы вместе с вами сделали историю. Люблю вас. И мне кажется, мы действительно сейчас наблюдаем за тем, как шаман пишет историю. И мы с вами в этом участвуем. Мало того, что вся Россия поёт его песни. Эти песни действительно ушли в народ. Люди их полюбили. Поют и маленькие, и взрослые, и молодые, и старые. Вот у меня бабушка обожает, мои дети обожают шаман. Я знаю, что их одноклассники, мои мамы знакомые, все знают и слышат, и почитают творчество Ярослава. Так, помимо всего прочего, его творчеством интересуются иностранцы. И даже благодаря его песням учат великий русский язык. Это же прекрасно. Когда мои эмоции после концерта улылись, у меня всплыла одна единственная мысль. Что это была за девушка? Что это был за танец? У меня просто мысли эти шли лейтмотивом через весь концерт. Потому что прошлое видео я записывала на YouTube как раз по поводу танца Ярослава Новомосковски с девушкой. И сколько же разговоров в этот раз снова о том, что Ярослав танцевал с девушкой. Во-первых, многие говорят про то, что «Эх, бедные блондинки в белых платьях!» Кто-то говорит «Ну всё, рыженькие в красном, готовьтесь!» То, что он сначала выбирал блондиночку в белом, теперь брюнетку в чёрном. Кто будет следующий? Во-вторых, очень многие думают, что это была постанова. Мне так на концерте не показалось. Но когда я решила посмотреть видео, первым мне попалось вот это. У меня тоже бывало такое, что я теряла сознание. И там не то, что взяться рукой, там даже вот просто пошевелиться невозможно. Ты пытаешься что-то сделать, но просто тело мякнет. И тут я заметила, что девушка рукой пыталась придержаться. У меня сразу включился мой внутренний аналитик. Я очень люблю анализировать, смотреть, копаться. И решила для вас показать некоторые такие моменты, которые меня привели к мысли о том, что, скорее всего, это постанова. Во-первых, после того, как уже был концерт на Московске, на Большом стадионе. Как я и говорила, кстати, в прошлом видео. Интересная фишка, если он будет делать так на каждом концерте. То, возможно, на Больших стадионах будет повторяться эта традиция. И было бы классно, если бы эта фишечка зашла. Так вот, сейчас эта фишечка зашла, так что мои слова оказались пророческими. После прошлого концерта на стадионе это уже было неспонтанным каким-то решением. Если это было продумано заранее, то Ярослав, скорее всего, обдумал, где они будут танцевать, как они будут танцевать и так далее. Если в первый раз они танцевали на языке, это такая часть сцены, которая наращивает вперёд. Вот в первый раз в новомосковске они танцевали на языке, потому что они поднялись на сцену и сразу же здесь потанцевали, распрощались и ушли. В этот раз артист первое время был на самой сцене, начало песни. В первый раз он искал взглядом девушку. В этот раз он вообще был далеко от зрителей. Потом он пошёл уже ближе к зрителям, немножечко посмотрел, вышел, взял девушку. И вместо того, чтобы потанцевать, два куплета он уже отпил, ему осталось там припевы только пропеть. И вместо того, чтобы на припев потанцевать здесь на языке, он повёл её на саму сцену для того, чтобы станцевать там. У меня вопрос, почему? Ну, это же нелогично, удобнее потанцевать здесь и проводить её на место. Но нет, он прошёл на саму сцену, потому что она, потеряв сознание, так легче будет унести за кулисы, да, чтобы с этого языка не везти. И тогда было бы неудобно. Во-вторых, девушка была в красивом удлинённом пиджаке, как платье-пиджак, и под ним были шорты. Это тоже очень удобно, если ты теряешь сознание, тебя несут на руках, чтобы не было видно там нижнего приода. Ещё мне показалось слишком наигранным испуг саму Ярославу, потому что Ярослав, я думаю, случись такое с ним в реальности, он был более спокойный, мне кажется, себя повёл. Слишком он был как-то дёрганый, и мне показалось это наигранным. И то, что девушка потеряла сознание именно на последнем слове песни, после того, как они завершили свой танец, это тоже было интересно, то есть номер был не сорван, она потеряла сознание, её унесли, и Ярослав продолжает программу, ему за кулисами дает знак, что всё хорошо, и он продолжит петь. Но у всех осталось огромное напряжение, и первым, что написал Ярослав после того, как концерт закончился, это то, что с девушкой всё в порядке. И ещё одна из причин. Девушка в Новомосковске после танца вернулась обратно на стадион, да, заняла своё место, и после этого её просто встретили там случайно прохожие, взяли у неё интервью, то в этот раз, ну, я думаю, это тоже ответственность, потому что даже у меня в комментариях писали, да, что как он не побоялся там за эту девушку, мало ли что с ней могут сделать там ярые поклонницы, те, кто приревновал и так далее. И я думаю, это было сделано с целью безопасности самой девушки, не вернуть её обратно в толпу, а сделать так, чтобы она ушла за кулисы, чтобы это было всё безопасно. И ещё один такой момент, почему я подумала, что это логично, вообще сделать такую фишку, чтобы приглашать девушек на танец, потому что очень многие поклонницы Шаман любят его камерные концерты, в небольших концертных залах, где можно близко его рассмотреть, где можно вместе спеть «Улетай», где можно вообще как бы очень близко находиться и получать эту мощную энергию. Но должны же быть какие-то фишки, ради которых люди будут собираться в огромные стадионы. В общем, закрались у меня некоторые сомнения, был ли этот номер постановочным. У меня нисколько не закрались сомнения в чистоте намерений Ярослава. Я знаю, что он очень любит свою публику и любит давать все эмоции, весь спектр эмоций. И таким образом он сделал свой концерт еще ярче, добавив еще одну нотку какого-то волнения. И он сказал, что в этот раз у нас будет все, будет жарко. В Питере будет ярко! Будет жарко! Будет жарко! Но потом я нашла еще одно видео, где очень четко видно лицо девушки еще незадолго до того, как она теряет сознание. И вот тут у меня еще больше закрались сомнения, потому что все эти доводы, которые я нашла, теперь были просто убиты. Там было видно, что она не просто стояла, улыбалась, когда этого мне казалось, а потом резко потеряла сознание, а было видно, как у нее закатываются глаза, как она пытается удержать себя в руках. И, додержавшись до самого конца, она просто упала в оборог, когда песня закончилась. Ты моя, ты моя, целая вселенная, и скажу, я не зая. Ты моя, целая вселенная, самая бесконечная, гордая, ты мирная. С этого ракурса хорошо видно, как ей становится плохо, как сначала она обмекает, а потом ее держит. И тут видно, что его движения не такие уж нервные и судорожные. И самое главное, какой он молодец, что он ее придержал, потому что опаснее всего, когда ты теряешь сознание, это получить травму от самого падения, если это просто от духоты, допустим, от волнения, да. Не так страшно само потери сознания, как те травмы, которые можно получить при падении. Все в порядке, все хорошо, все хорошо. Бывает и так. Бывает и так, что любовь переполняет сердце, и это море просто вытекает из берегов. Там все хорошо, прекрасно, прекрасно. Мы можем продолжать. Поаплодируйте. Ваша поддержка необходима. Ну что, родная, можем продолжать? Да! Я очень рада, что смогла насладиться этим красивейшим зрелищем, получить весь действительно спектр эмоций. Это было очень интересно, захватывающе. И самое главное, что за всей этой мишурой, за всей этой красотой, огнем, блестками, мотоциклами, байками есть та самая красота вокала, которая может нас удивить. Твоя красота убьет, кто любит меня, помет. Твоя красота убьет, в нём. Я испытала действительно весь спектр эмоций, особенно, когда я в самую первую минуту увидела Ярослава на байке. Мне сразу ёкнуло сердечко, потому что в последнее время для меня это такая очень болезненная тема после трагической смерти Альбины Сафаровой. Мне как-то так стало немножко страшно, потом стало ей радостно. И, в общем, вот эти вот эмоциональные качели, сначала восторг, потом испуг, потом ещё что-то. Это было прям вот вообще очень эмоционально. Все зрители ушли полностью заряженные, ещё потом пели на стадионе «Я русский хором». И когда выходили из стадиона, это был мощный поток, как армия фанатов. Я думаю, Ярослав это явно заслужил. Он долго к этому шёл. Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь до конца. Я русский, и мне повезло. Я желаю крепкого здоровья, сил и восстановления после такого мощного концерта «Шаман». Конечно же, здоровья девушки. Я рада, что с ней всё в порядке. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, постановочно это был танец или нет. Случайно это была девушка или это была актриса, как пишут многие. И самое интересное, будут снова танцы после такого случая или нет. Но я изначально думала, что они будут только на вот таких вот стадионных больших каких-то глобальных мероприятиях. Но после того, как девушка упала в оборок, у многих закрались сомнения. Поделись, пожалуйста, со мной. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами была Алиса Дмитриева. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok